Знакомьтесь, герой дня без галстука, но в маске и за рулем автомобиля службы такси. Назаредин холод. Недавно в районе Гусельского моста он посадил пассажирку в интересном положении. У меня заказ поступил, я сюда подъехал, за клиентами мы обратно поехали в сторону Солнышного, в Саратов. Вы заметили, что пассажирка была в положении на тот момент? Это вечер был? Ну, нет, где-то часов 10 и так было. Утром уже. Да, утром. Вы заметили, что она в положении? Ну да, она была в положении беременности, но я не знал, что так и получится, что она будет разжать в машине. Изначально ехать нужно было в сторону Солнышного, но по пути пришлось резко изменить маршрут. Мы ехали, она одновременно сказала, что мне может на пару секунд остановить машина, мне плохо, я хочу на свежий воздух. Ну, как бы я аварийно кричал, выходил на обочине. И там стояли, ну, буквально 5, может быть, 10, так скажем. Ну, потом ей стало плохо, я потом с машины сам вышел, говорю, вам нужна какая-то помощь или скорую вызывает. Ну, он говорит, не надо. И потом стало говорить, что я уже рожаю. Нужно понимать, что такое развитие событий для молодого человека было на грани шока. Назаредину всего 27 лет. Сам он из Таджикистана, где осталась его мама. А отец занят в сфере торговли и трудится в другом регионе. Наш герой давно самостоятельный человек и вместе с женой перебрался в Саратов в середине лета. Здесь устроился в службу такси автопарк-центр. До этого возил людей по Москве. Да, Москва как бы большой город. У них вообще условия другие тем тут. Работа везде, есть работа. Люди, которые садятся в автомобиль такси там и здесь, одинаковые? Или все-таки где-то, я не знаю где, больше не знаю, хамство какого-то, плохого отношения? Ну, пока я с таким не сталкивался, ну, вроде нормально. В то утро он сразу вспомнил популярный фильм про приключения французского таксиста. Французский фильм, это такси 2, ну, Даниэль, это я видел этот фильм. Себя не почувствуешь? Ну, я не знаю, может быть. Мадам, вы в порядке? Кто пациент? Она, у нее отошли воды. Вы позволите? Ну, выражаете? Хорошо, что он уже по опыту знал, что едет мимо областного перинатального центра на Зерновой. Приехал в сигнале, там шланг-бам открылся, заехал внутрь, потом охранник остановился, спросил, в чём? Ну, говорю, у нас рода, говорю, он там показал, куда подъехать. Ну, я подъехал, потом заехал, где вскоре обычно заезжает, он высаживает. Потом я их звонок в дверь нажал, они вышли и все, как бы, собственно говоря, так. Они как-то помогали ей рожать или она уже родила на тот момент? Не, она уже родила в тот момент машину. Уже, как бы, врачи-то спускались, то подошли, уже она родила в машине. Вы видели младенца, нет, сами, как смотрелось? Ну, конечно, как не видел, когда у тебя машина рожает ребёнком, или первый звук у ребёнка, пошли в машине. Как говорит министр здравоохранения Олег Костин, этот случай очень необычен. И удачное завершение родов – это особенности пассажирки Назаредина. На самолётах, там, знаете, да, бывает, на яхтах. Здесь, конечно, мы в центре города. Здесь сыграла, наверное, физиология женщины, потому что она не чувствовала этих родов, не могла вовремя предчувствовать. Такое бывает. Это быстротечные роды, да, она буквально взяла, как я понял, по системе, да, буквально за 20-15 минут. Ну, вот, конечно, в это время, особенно в это время, которое мы сейчас имеем, с загрузкой врачей, ещё говорю, нисколько не скидая на ковид и так далее, но действительно перегружена система, взаимопомощь, вот такая, какая была оказана между людьми, это норма человеческой жизни. Здесь большое спасибо, что сориентировался, сделал правильное направление, не испугался, не вызвал на себя скорую, а сделал то, что можно было сделать, быстро доставить, ведь роды произошли, да, но дальше, после родов, ребёнку нужны определённые реминационные вещи, всё, вот сейчас, кстати, узнавал я, нормально себя чувствует, вот, и маме нужно после определённые вещи медицинские. Всё это было оказано вовремя, и, надеюсь, семье ничего не случится. Сам герой того дня просит коллег по цеху всегда приходить на помощь. Я желаю всем, таксистам, не надо быть неравнодушным, надо помогать людьми. Как бы человек всегда надо выполнить, обязательно, кто и не был, хоть не имеет значения, там, пола или это всё, но помощь, человечество, самое главное, не надо забывать. В конце этой истории стоит отметить, что молодой человек попросил телефон роддома, чтобы узнать потом о самочувствии своей пассажирки, и кто в итоге родился на заднем сидении такси. Но такую информацию дают лишь близким родственникам.